итак всем доброго дня сегодня мы начинаем с вами так сказать последнюю лекцию нашего курса и сегодня мы с вами поговорим про одну интересную особенность а то что люди пытались делать с языками в десятых семидесятых годах когда эта наука начала активно развиваться нормальная форма хомского вообще хомский разработал теорию контекст свободных языков связан с контекст свободными грамматиками насколько я помню в пятидесятых да и дальше она активно разрасталась и в общем ее ее в общем мы с вами разобрали ну какую-то какую-то концепцию какую-то часть вот сегодня мы немножко отклонимся к темам и посмотрим а можно ли как-нибудь отличить контекстно-свободные языки от автоматных не прибегая к какими-то сложным манипуляциям а именно мы поговорим про подсчет через количество букв вот и как раз для этого мы с вами должны ввести некоторое определение и посмотреть а что же у нас с вами получится и так значит давайте я сформулирую нашу тему считаем буквы в языках а именно а что мы с вами будем говорить пусть у нас с вами давайте вот так сделаю пусть у нас с вами есть какое-то слово дубль в принадлежащий языку эль а при этом эль это подножку сигма со звездой давайте мы сделаем следующую вещь пусть у нас сигма со звездой поскольку сигма конечный у нас пусть это у нас один а два и так далее а н до обозначим буквы а и тогда для каждого слова дубль в мы с вами можем сделать это его отображение в следующий картеж это количество буква 1 количество буква 2 и так далее количество буква n и делаем мы с вами отображение в такой картеж давайте поймем как она работает она будет у нас называться птик вот в качестве определения и тогда давайте посчитаем птик от допустим у нас с вами есть алфавит а b скажите чему будет равно птик от оба об какой картеж у нас получается нам надо посчитать количество буква и количество букв б в этом слове 3232 вот и дальше хочется понять вообще а что будет если мы подадим эль и какой нибудь допустим регулярный язык и что мы получим на выходе psy отель вот такой вопрос понять как у нас устроен язык с точки зрения количества букв которые в нем встречаются вот поэтому мы с вами будем сегодня вот смотреть на такое отображение и посмотрим в чем его особенность заключается значит для того чтобы ввести определение давайте посчитаем чему у нас является образ языка вот такого а b со звездой из каких пар у нас будет с вами состоять xx до пара xx либо н н н н н где у нас н не отрицательная и тогда что мы с вами можем сказать давайте мы с вами скажем что у нас наше множество вот это вот да у нас язык с вами автоматный хочется вести понятие такое как выпуклая оболочка но не выпуклая оболочка а линейная оболочка этой штуки вот давайте мы как раз его с вами введем начнем с вами будем говорить следующее соотношение давайте во первых введем понятие суммы множество x плюс y это у нас множество вида x плюс y где x принадлежит x а y принадлежит y вот а и определим выпуклую оболочку значит мы будем говорить о не выпуклую оболочку ссоре линейная оболочка множество это у нас с вами будет такое множество это множество из всех элементов альфа 2 x 2 плюс альфа n xn где у нас x1 и так далее xn принадлежит x а альфа 1 и так далее альфа n принадлежит дать скажем с плюсом то есть у нас альфа и больше равно нуля да и тогда мы с вами можем сказать следующий интересный факт что обсе от раба со звездой это не что иное как линейная оболочка вот это вот пространство 11 да потому что мы подставляем 11 получаем н н ну то есть мы можем в принципе один коэффициент у нас получается мы берем складом с коэффициентом альфа 1 равная вот и с этим мы можем с вами немножечко поразмышлять и понять следующего рода факт это на самом деле упражнение на теории чисел вы можно не доказывать но доказывается он при помощи не давайте сначала не буду вводить упражнения чтобы чтобы не смущаться чтобы не смущать давайте сначала определение скажу значит определение назовем множество x давайте даже скажу да x под множество натуральных карты иначе давайте скажу что натурально у нас нуля сегодня будут если x представим в виде так в виде такой виде суммы x1 плюс линейная оболочка x2 при этом мы с вами скажем что количество элементов x1 меньше бесконечности и количество элементов x2 меньше бесконечности это так называемая финная оболочка потому что у нас есть старт стартового линейное пространство плюс линейная оболочка всех остальных элементов да вот например так давайте минным и тогда мы можем с вами вот в качестве примера показать что и от обозвездочка равняется 0 0 на сразу скажу что мы с вами будем так давайте вот так плюс линейная оболочка 1 1 вот таким мы с вами образом можно можем с вами представить сразу скажу что у у нас при этом x1 будет состоять из элементов вида там давайте вот так x1 и так далее x катая где x1 и так далее x катая не отрицательные и принадлежишь и x и t принадлежит целым числом то есть идея какая мы берем и раскладываем наше слово наш язык на компоненты и наверное можно уже догадаться что вот эта компонента у нас отвечает за базовое положение а вот эта компонент у нас отвечать за разрастание да то есть по сути мы говорим что начиная с какого-то момента у нас с вами идет увеличение количество букв одних и вторых в одних и тех же пропорциях но собственно это лямое разрастание говорит если так подумать для тех же самых регулярных языков так и давайте введем второе определение сегодня мы будем говорить что назовем x подчеркивание nк т полу линейным если а давайте скажу так если x представима в виде конечного объединения линейных множеств вот смотрите в чем прикол прикол может состоять в том что любое множество мы с вами не можем описать вот допустим регулярные сделать так чтобы образ его был линейным но полу линейным можем да вот например мы с вами понимаем что скорее всего пси от а со звездой если мы сделаем плюс а б со звездой это будет объединение вот таких двух вещей то есть это у нас сейчас я давайте соображу вот так скорее всего будет линейная оболочка 10 объединить с вот таким множеством значит давайте его напишу вот так да то есть мы с вами скорее всего не сможем представить его виде одного линейного множества в виде объединения двух линейных множеств мы с вами его представить достаточно легко можем и давайте сейчас я вот теперь вот понятно от определения линейных полу линейных множеств все хорошо а теперь мы с вами смотреть что сделаем давайте сделаем нотацию такую мы будем говорить что язык л линейный если все отель линейных то есть именно количество букв линейных ну я утверждение 4 л полу линейный если psy отель полу линейным и теперь давайте сформулируем первое утверждение мы его доказывать не будем вы можете в принципе попробовать его доказать в качестве упражнения на теорию чисел а вопрос такой как вы думаете если l регулярный то каким он является полу линейным да он является полу линейным хорошо теперь давайте сформулируем два утверждения цель которых цель которые нам сегодня надо показать смотрите мы будем говорить что значит давайте сформулирую теорему это теорема 1 а она говорит следующее что любого x которое подмножество n в мощности алфавита сигма полу линейно то есть для любого полу линейного множества существует r понятно что r будет при этом тогда полу линейный язык регулярный такой что то есть утверждение заключается в том что какое бы мы полу линейное множество не взяли всегда существует прообраз в виде регулярного языка то есть всегда мы с вами можем найти его такой вот это первый теорем а вторая теорема это теорема парика сразу скажу что ударение ставится ставится на на первый слог давайте я даже покажу вам вы не услышите да но можно вот сюда зайти замечательный сайт translate google ком написать вот так так и прослушать и услышать что рахет парик говорится вот это американский математик вот и он доказал эту теорему вот в шестидесятых годах по моему шестьдесят первом году первая статья появилась в шестьдесят шестом появился прощенный доказательство которое мы с вами будем смотреть а и так и теорема говорит следующее если язык кс язык то как вы думаете чем является все отель ну давайте скажем не все отеля эль каким языком является таком случае чтобы катарси случился полу линейным да он является полу линейным вот это уже крайне нетривиальный факт и наша цель его будет сегодня показать а теперь смотрите какое грустное следствие из этого уходит давайте я напишу грустное следствие грустное следствие номер раз не она единственная грустная что контекст свободные языки и автоматный не отличимы с точки зрения количества подсчета количества букв почему это так кто-нибудь может да и найти регулярный прообраз этого языка то есть у нас в принципе для любого кс языка существует кс по любого кс языка существует регулярный язык образ парика это называется образ парика вот это вот отображение пси является тем же самым значит дать я немножко историю расскажу в общем теорему парика была доказана шестьдесят первом году и вот вчера пока я готовился к лекции я нашел новую теорему она появилась буквально полгода нас ну не полгода девять месяцев назад теорему парика доказали я не читал 4 детально наказано появилась статья на архиве которая говорит как эту штуку преобразовать для бесконечных алфавит вот есть такая вещь и в общем статья там страница на 15 я к сожалению не успел копаться в детали вот это грустное следствие этого факта это раз значит давайте теперь хорошее следствие код вопрос очень хорошее следствие первое первая штука заключается в том что мы можем теперь показывать некой текст свободности языков ну для этого надо проверить что образ этого языка не является полу линейный второй факт который заключить и мы сейчас его с вами покажем что любой к с язык на датаму к алфавитом являются регулярным итак почему же это так а ну давайте посмотрим если у нас это оказалось пусть у нас эль подможеством а со звездой лкс язык поэтому потерями палька мы можем сказать следующее что у нас эль полу линейный эль полу линейный значит у него есть объединение в качестве линейных давайте рассмотрим то есть мы можем сказать что эль во первых дать посмотрим что такое пси отель ну пси от любого слова моменты это у нас просто коттедж из одного элемента эр ну значит мы можем сказать давайте раз у нас такая пляска пошла давайте отождествим а в нтн в принципе мы с вами можем сделать это просто биекции у нас получается надо до буквы алфавитом и тогда мы можем сказать что у нас эль полу линейный тогда ну значит у нас эль раскладывается виде l1 подчеркивание 2 какое-то элька то такое что или ты у нас с вами линейно но тогда у нас раз элита и линейно любое тогда мы можем сказать что элиты это у нас давайте сначала напишу все от элиты элиты это значит один элемент стартовый по первой букве это какой-нибудь т плюс линейная оболочка д да ну получаем это как раз у нас с вами из линейности тогда мы можем сказать что psi от элиты это множество t плюс альфа d где альфа больше 0 а из этого можем тогда с вами сказать что элита это просто множество всех слов а в степени t плюс альфа d ну и получаем что элита это на самом деле язык задаваемым регулярным выражением а в степени на а в д со звездой ну и тогда эль равняется объединение литых это у нас получается тоже регулярный язык ну вот и все как бы вот и весь пруф то есть из того что мы у нас есть только одна степень и свободы поэтому степень и только по этой степени свободно мы с вами можем разрастаться и для каждой такой штуки мы просто строим регулярно ну понятно что тут я образно сказал что тут да тут может быть некоторый набор количества элементов но я рассмотрел еще по одной а и ровно одной прогрессии которая там была то есть тут по идее нужно еще взять джиты и декаты какой-нибудь для чистоты эксперимент везде дальше все объединять так понятен ли вот этот факт а да ну тут ничего сложного особого нет поэтому давайте перейдем к той же самой идее и докажем наш первый теорет доказательства теоремы 1 значит напоминаю что нам у нас есть x полу линейная нам надо найти регулярный прообраз найти такое р что пси от r равно cx ну давайте скажем что x у нас на самом деле это объединение x1 так далее xl где x и т это линейные множества покажем что напишу для x и найдем такое что все а ты рыты равно x и итак давайте разложим чему у нас равняется x и т поскольку у нас x и т линейная то мы его можем с вами разложить в виде множества значит у нас вектора здесь x1 и так далее xm плюс линейная оболочка векторов y1 и так далее yt я хочу сказать что xg и yg у нас принадлежат n в степени нашего алфавита ну тогда нам надо придумать как это как собрать регулярку в общем смотрите давайте рассмотрим x gt и попробуем нас найти такое слово давайте его назовем у у gt такое что пси от у gt равно xg ну каким образом мы с вами это можем сделать если у нас x gt это у нас x gt 1 и так далее x gt модуль алфавита ну количество букв алфавит тогда нам надо взять слово у gt вида сейчас будет очень много индексов 1 степени x gt 1 как атенировать с а 2 x gt 2 как атенировать и так далее как атенировать а модуль алфавита сигма на x gt в степени сигма ну тогда количество букв алфавита а 1 будет такое количество букв а 2 будет таким а количество букв а x gt будет таким да для аналогичного для yg этого мы можем найти такой же в gt получаем что в gt будет равно а 1 в степени yg 1 на а модуль сигма y gt в степени алфавита сигма ну тогда смотрите что мы получаем с вами мы во первых понимаем что psy от можем сказать что у 1 плюс у 2 плюс так далее плюс у mt равняется ровно x 1 и так далее x m да потому что образ каждого из них это сумма при этом замечу что вот это у нас регулярное выражение а ну и осталось тогда написать что psy от у 1 плюс у 2 плюс и так далее плюс у mt то догадывается на что нам надо домножить вот эту вот штуку чтобы получить наше множество x это вот это вот x это кого нам не хватает ну и греков не хватает линейную комбинацию игреков как мы его здесь можем выразить может быть сумма всех ну конечно же сумма всех выйдет со звездой значит каждая выйдет нам дает уид и игрек это да а линейная комбинация это как раз взятие со звездочкой вот ну и получаем что это у нас образ x это ну показали для одного ну значит если мы объединим теперь вот все вот такие регулярные выражения мы получаем требуем ну и 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 вот такая вот штучка доказательства фактом ну и в качестве следствия такого небольшого вы можем посмотреть что и понять что psy от обе со звездой равняется все это ванны был и равняется линейной оболочкой кортеже 11 что ничего крутого здесь не получается так что двигаемся дальше мы с вами понятно ли доказательства вот это вот это вот факта все понятно хорошо давайте приступим доказательства теоремы 2 но во первых чтобы приступить доказательства теоремы 2 нам нужно доказать еще одну леву вы уж извините но нам нужна еще одна лема разрастания это какая у нас 3 или 4 я не помню это но у нас было для автомата для автоматов языков для кайс языков полдокраничных преобразований вот на лекции не разбиралась кажется об этом семинарах уже было окей ну давайте тогда она пронумерует стройкой да для конечно преобразования в конце разберем она несложная на самом деле и так значит она будет у нас для контекста свободных языков и она будет у нас усиленный мы будем говорить следующее сейчас я попытаюсь не запутаться в обозначениях значит пусть у нас же к с язык а тогда тут важно тут появляется у нас такая штука для любого x для любого к а существует п такое что для любого слова дубль в принадлежащего языку заготоваемой грамматикой у нас или ткс язык пусть будет вот так длина которого хотя бы п теперь вы меня сейчас начнете кидаться помидорами потому что существует разложение виде так сейчас попытаюсь написать его x 5 с конца значит про слева xz здесь у нас будет y1 в 1 здесь y2 в 2 и так далее и так далее yvk а здесь y давайте дать дать чтобы эта нотация была игроки не будем путать пусть игрек а ты будь здесь у вот такое разложение у нас с вами получается и что важно что значит длина укатая вкатая не отрицать ой у итая в итая всегда больше нуля дальше длина у 1 и так далее укатая y вкатая в 1 не больше чем п а разрастание будет будет вот таким сейчас дайте покажу я лучше картинкой нарисую чтобы было понимание смотрите с x а z дальше у нас получается y1 а в 1 y2 а в 2 yк а вкатая и z вот такое разрастание многоступенчатое и на самом деле это многоступенчатое разрастание нам как раз нужно для того чтобы мы с вами выразили по выразили полу линейность нашего кс языка давайте скажу вот так что для любого что такое вот это вот тут что вот это вот дерево существует то есть формулы это очень сложно дозадать да 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 это очень сложно задавать поэтому а там точно y1 y2 и так далее а не в ну конечно как конечно же вешки ушки да и там сам внизу не z а y да да конечно же вот так но доказывать этот факт ровно аналогично как мы доказывали его в прошлый раз берем же в нам в комского и берем b равное 2 в степени ох ты блин количество не терминалов умножить на к плюс 1 плюс 1 на всякий случай берется да тогда мы можем до нас в этом дереве на всех ступенях а это один да один и тот же не терминал ну сейчас из доказательства это будет понятно вот смотрите что у нас получается возьмем под правное такое раз грамматика в нормальной форме холмского то глубина дерево хотя бы вот такая вот штука именно по не терминал даже можно сказать ну и тогда мы можем сказать что существует не терминал а который повторяется карас вот мы по сути такое дерево мы с вами получаем теперь как ограничение на п получить что нам надо взять самую нижнюю кортеж этих ваших до самый нижний самый глубокий кортеж ашек давайте я обозначу что пусть высота это ашки h0 вот это h1 а вот это ашка ты смотрите у нас вот этого штука вот стремится к максимуму вот так вот давайте пока возьмем максимальный из этого у нас будет следовать лима вот там длина игрекат и вк ты у нас всегда будет не всегда положительная вот так давайте я сделаю буквально перерыв на две минутки мне звонок пришел я должен ответить и давайте перерыв сделаем итак мы с вами продолжаем мы с вами доказали лима разрастание под номером 3 и теперь нам пора доказывать лима в нашу теорему парика так я могу тупить сразу предупреждаю но мы я думаю мы с вами справимся итак доказательства теоремы дайте еще раз ударение поставлю значит в чем она заключается пусть у нас с вами есть эля джи и равняется эля джи а и у нас же в нф хомского давайте разберем вот такое вот интересное множество пусть у нас надо искать пусть он сигма ps у нас давайте построим для любого множества не термин подможества не терминалов такое множество lg точнее не lg от м от же в чем она заключается она заключается что все слова в таких что же выводится через так давайте напишу вот так s выводится из в при помощи только не терминалов м из м и только их так сейчас лучше даже написать вот так причем всех не терминалов из м то есть фиксируем подможество наших не терминалов и именно для него мы с вами делаем вывод из всех возможных слов это вы знаете берете вот этот вот трафарет давайте вот приблизительно вот давайте я открою google что вы понимали вот берете вот такой трафарет да выкидываете из него какое-то произвольное подможество буквок да и начинаете при помощи этого трафарета клепать причем а если вы используете не все трафареты на вас срукнется там либо мама либо начальник зависимости от кого скажет а татат я деньги потратил на каждую букву дайте считать что каждая буква стоит пятьдесят тысяч рублей вот вот такая вот у нас с вами абстракция будет вот это вот те слова которые мы сможем вывести при помощи из вот используя вот используя вот эти интерминала только чем каждый мы должны использовать хотя бы один раз понятно да вот эта абстракция если например для слова существует два вывода которые используют вот этот набор который использует под множество этого набора ну мы его включаем да 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 включаем но там типа пересечения там объединение будет поэтому не важно если она в одном есть во втором а именно так да мы его включим на самом деле таких может быть слов будет немного но пусть не итак смотрите утверждение такое надо доказать что элемент же полу линейно почему потому что на самом деле эля джи это объединение по всем подможествами терминаров или маджи то есть если мы покажем что каждый из них полу линейно да то объединение полу линейных может является полу линейным так а теперь смотрите значит сложный факт заключается в том что давайте рассмотрим вот теперь зафиксировали эту штуку берем п из лима разрастания а к мы возьмем с вами к равное количество терминалов а и положим следующую вещь факт 1 расскажем что пусть x у нас будет равняться пси от w где у нас в принадлежит талия матча но при этом это слово небольшой длины то есть у нас в не больше чем п а второе мы с вами с вами скажем что y пусть у нас будет пси от в где есть вывод где длина увы не больше чем п и и есть вывод в у б в или из не терминалов м ну причем тут не обязательно все могут встречаться ну и интуиция нам подсказывает что наверное не зря у нас используется лима разрастания хочется сказать что x плюс линейная оболочка y это образ нашего языка то есть нам надо доказать следующего рода что пси это лима g равняется x плюс линейная оболочка y ну это значит что и лима g линейная да да но если она линейная то она будет полу линейная логично вот смотрите значит давайте поймем во первых нам надо понять следующее почему x и y конечно правил конечно терминалов тоже ну да и слова конечные ну типа видим что дубль в конечный так смотрите начало начало простой пункт это пункт оказываем слева направо то есть вот туда и тут начинается приколы с названием елочки а дайте рассмотрим x принадлежащие x плюс линейная оболочка y тогда мы можем с вами сказать что x это некоторая x 1 плюс альфа 1 и грек 1 плюс и так далее плюс альфа м и грек м причем ну то есть эти вот это вот чувак отсюда вот этот вот чувак отсюда и тогда мы с вами скажем пусть у нас с вами сделается вот такая вот вещь у нас с вами известно что пусть psy от в штрих равно x 1 да а давайте напишу почему давайте сейчас все аккуратненько оформим с вами x 1 принадлежит x следовательно у нас существует в штрих такое что в штрих принадлежит lma g и длина его в штрих не больше чем п теперь прикол следующем мы можем сказать что y и т принадлежат y следовательно существует так давайте пусть это у нас будет в это такое что а существует вывод вывод давайте я подчеркну что это будет не терминал бы это вывод у и т вот это у нас у и т в и т вывод такого рода у и т б и т в и т из м а теперь важный финт ушами я хочу на него даже внимание подчеркнуть в штрих принадлежит lma g это что значит существует вывод который использует все не терминал еди терминала да вот смотрите я сейчас буду рисовать огромную елку поэтому это новогодняя лекция называется давайте нарисуем новогоднюю огромную елку на и в ней вот тут у нас с вот тут у нас в штрих мне есть все не терминалы б то есть здесь у нас с вами допустим есть b1 где-то здесь у нас с вами есть b2 и так далее и где-то здесь есть не терминал бнт ну и тогда из этого факта вот из вот этого факта мы начинаем подвешивать игрушки наши то есть здесь у нас у 1 b1 в 1 здесь у нас у 2 b2 b2 а а здесь у нас у м б м в м ну и сколько раз подвешиваем можно вопрос почему бы это принадлежит м потому что мы сказали что у нас существует вывод из не терминалов b при этом тоже является не терминалом а точно сколько раз мы повторяем вот эти вот подвес сегодня гирлянд наших видимо нет м не терминалов вот тут коэффициенты есть то есть вот эту штуку мы повторяем альфа один раз этот штуку альфа два раз ну и причем здесь подвешивать мы можем с вами как угодно вот я не хочу это формально записывать и на экзамене тоже не надо будет формально это записывать достаточно картинку будет нарисовать что-то у тебя со звуком я думаю что там было что-нибудь хорошее сказано сильно не есть я не услышал так вот это мы разобрали с вами вот в пункт в доказательстве лима в одну сторону понятно ли она не очень понятно что вы доказали а мы на самом деле доказали что есть слово образ которого равняется иксу просто это слово как выглядит мы взяли значит про элемент из икса который x1 для него построили в штрих а дальше мы взяли слова про образы образами который является игрек один игре к подвесили их такой раз которая нам надо было например вот таки вот это общее слово когда вот это разрастить грубо говоря ну я не знаю представим себе дерево до посмотрим какие я многое какая с нее спадет вот то слово прочитаем это слово как раз будет принадлежать множеству или там или маджа получается мы взяли вот это дерево для которыми получили из икса и в него к этим терминалом подвесили деревья которые получили язык да 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 вот мы поймем что слово кого-то огромное получится есть вот здесь у нас получается у 2 вальфовый b2 b2 вентами плюс еще какое-то то есть давайте вот так нарисую что типа будут у нас потом пускается до корня вот и потом вот у нас было в штрих да у нас получается внизу какое-то в 2 штриха и как раз в 2 штриха будет принадлежать все будет лежать в лима g и psy от в штриха будет равняться нашему иксу который вот здесь стоял можно еще что такое да было два штриха это слово которое получится после того как мы вот эти вот разрастания произведем да то есть изначально если мы бы не этого не делали у нас получилось изначально слово в штрих да но тут когда у нас b2 выводят что-то да ну после того что как из нижнего в 2 у нас выводится да у нас слова расширяется то есть в нем будет какое-то количество раз встречаться у один в один где-то посередине она вкрапляться будет а поэтому это слово уже будет не таким каким она была будет уже более расширяется вот это слово которое мы получаем давайте напишу что в 2 штриха это слово после подвешивания б и т давайте вот так и т.б. и т.б. и т.б. и т.к. деревьям вода мы их можем подвесить к дереву вывода с ваш ты их так стало не с ними хорошо давайте двинемся дальше теперь доказательства левом вправо в правую сторону нам надо показать давайте отмотаем немножко что пусть у нас есть слово w которая лежит в лима джа а нам надо показать что все от w лежит в x плюс линейная оболочка игрека а ну факт какой давайте мы сделаем это индукция по длине слова база длина слова w не больше чем п тогда что мы с вами можем сделать куда мы его относим да тогда у нас все от в принадлежит иксу ну естественно лежит в иксе плюс линейная оболочка игрека так теперь переход вот тут тоже еще одна нетривиальная идея есть значит смотрите пользуемся лемой разрастаний до к равны равняется м а и давайте нарисуем выхождение я которую у нас с с с вами есть есть так у нас лема разрастаний есть для к равного равного n лема разрастаний у нас получает следующий вывод с x дальше x z а давайте я буду я буду нумеровать а это у нас пусть будет нулевое вхождение потом у нас у 1 а первое вхождение в 1 и так далее у к т а к т в к т и дальше у нас с вами будет слово z так а теперь смотрите давайте что мы можем с вами сказать давайте ведем такое у нас два разница что-то что у нас z в самом низу и в самом верху да где вот тут у нас y были да я всегда путаю так смотрите теперь сделаем следующую вещь давайте обозначим вот такую вот вещь м м и т м и т это множество не терминалов не считая не терминал а а которые встречаются в выводе а и т выводят у и плюс 1 у и плюс 2 так далее у к т ой у к т у в к т в и плюс 1 все то есть смотрите м 0 м 0 берет вот это вот дерево вывода т т м 0 вот допустим вот это у нас с вами м1 будет то есть они терминалов отсюда берутся и замыли ну и так далее которые которые встречаются именно конкретно вот в этом выводе в нашем дереве конкретно в этом выводе но при этом не считая ашки этого не считаю ашку причем смотрите мы можем сразу сказать я подчеркнул что в этом выводе нету никаких ашек кроме вот этих вот да потому что это самый глубокий вывод по ашку то есть здесь больше ашк нету а тогда скажите как что мы можем сказать про м 0 как мы его можем оценить сверху ну количество не терминалов да я давай скажу вот так что это меньше чем количество не терминалов м почему потому что у нас в да это значит что в этой штуке у нас м не терминалов да но мы выкинули еще а 0 поэтому здесь будет меньше чем ну и смотрите дальше что у нас получается это больше равно чем м 1 ну потому что понятное дело ничего не меняется больше все равно м 2 больше равно так далее больше равно м к т это больше равно нулю смотрите что у нас получается у нас здесь получается к плюс одно число к напоминаю у нас количество и терминалов то есть это количество не терминалов плюс один число от нуля до количества м минус один то есть вот этот диапазон у нас состоит из м чисел тогда что мы с вами можем сказать что у нас есть повторяющий да по принципу дерехле существует g такое что mg равняется mg минус один а теперь давайте поймем что это значит давайте я немножечко еще раз продублирую дерево значит у нас с вами есть а так только mg равняется mg плюс один давайте поймем что тут интересно мы тогда можем вытащить ну почти да только смотрите вот в этом дереве да и мы можем сказать что в дереве вывода вот таком а вводят у gt а в gt используются те же не терминала давайте дать вот так скажем нет новых терминалов по сравнению с а gt плюс один выводится ну там допустим какое-то слово в штрих и что это нам дает это нам дает следующее что если мы из дерева если мы выкинем у gt а в gt из дерева мы оставим в дереве все не терминалы из а то есть выкидываем этот кусок и он не влияет на поскольку у нас здесь состыковка по количеству терминалов которые используются здесь используются здесь то выкидывая этот кусок у нас ничего не меняется и в итоге кусок мы можем сказать тогда тогда у нас смотрите что получается x у 1 и так далее у g минус 1 у g плюс 1 и так далее у к y в к в g плюс 1 в g минус 1 в 1 z принадлежит опять же л м а g давайте это обозначим как не знаю омега да тогда у нас пси от в равняется пси от омега омега плюс пси от у gt в gt сказали что это в этом у нас омега только смотреть чем прикол вот эта штука в игреке лежит по определению а вот это лежит видеть плюс длина y по предположению по предположению индукции потому что длина вот этого куска у нас меньше чем для длина объеки меньше чем длина w ну все это конец доказательства а теперь давайте разбираться можно вопрос давай мы использовали что у нас не появляется новых не терминалов чтобы удалить а мы говорим что они не появляются новых не терминалов да это значит что они терминала которые вот есть в этом выводе да они есть и здесь поэтому если мы вытянем этот кусок дерева да то если у нас вот этом во всем дереве были не терминала из м и только они выкидывая этот кусок мы не мы не теряем никакой не терминал потому что здесь они все были то есть если бы мы извините за мой французский какой-то не терминал да то значит его бы здесь не было а он у нас был то есть нам все еще нужно чтобы дереве выводы встречались все не терминал да 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 потому что мы должны спуститься вниз к слову меньше длины которые содержат все они терминалы про которые мы знаем что мы лежим вот это вот в этой воплывал в этой иной оболочке в этой иной оболочке да и и так понятно ли доказательства теоремы целом идея распылить дерево аккуратным образом что в нем были все терминалы из м на все понятно все отлично мы с вами доказали теорему парика и теперь мы понимаем что у нас хотя свободные языки и линейные языки регулярные языки имеют один и тот же вопрос парик вот и сказочки конец а кто слушал молодец могу могу в качестве белого сформулировать лима разрастания для конечных преобразователей она экзамене не надо будет доказывать надо сказать доказательство такое же как племя разрастания для автоматных языков то есть там дайте тогда сформулирую и разрастание 4 пусть у нас есть пара ув там как обычно говорится опять же существует такое что для любое пары увы принадлежащим конечному преобразованию пси существует а таких что что длина у плюс длина в больше равна п существует разбиение у виде x1 и y1 z1 в виде x2 y2 z2 такие что тут длина x1 и y1 не больше чем п длина x2 y2 не больше чем п длина y1 то есть y2 не пустая такое что для любого к не отрицательного у нас выполнено соотношение пара x1 y1 в катый z1 x2 y2 в катый z2 принадлежит нашему конечного преобразования то есть одновременно и разрастание доказательства просто смотри доказательства давайте лор один для для преобраза коптеля такое что для любого q1 у 1 q2 в 2 и на у 1 плюс длина в 2 равна единице то есть мы берем делаем конечный преобразователь в котором у нас с вами либо читается ровно одна буква со входа либо пишется ровно одна буква на выходе и повторяем доказательство тогда у нас получается что вот здесь вот у нас цикл x y z только вместо y здесь если считать сумму длин тут будет сумма длин y1 y2 потому что ровно 1 букву пишется на входе а длина x и y будет сумме не больше чем п да я тут опечатался ссоре вот так вот вот такое доказательство вот пример при этом языка который не является преобразование который показывается через лему это преобразование у в у перевернута надо взять слово овент и бэвент и бэвент и бэвент и бэвп этой афп этой и посмотреть что в нем происходит при при применении лемы лемы о разрастании 4 ну это можно сделать качестве упражнений на семинарах я думаю вы это делали по крайней мере в моей группе точно вот это это и белок понятно ли что как лема разноформируется и типа как и доказывать в принципе понятно это ну да она быстро восстанавливается из памяти главное знать какие ограничения мы кладем на конечный преобразователь кстати этот вопрос который возможно не попал и и что делать если вдруг понадобится формальное доказательство расширены ли мы за сангибайс каков формально формально ну как бы писать что вспоминать форм на это формально доказательство нормальный формулом при этом нормально лема разрастание да мы вспоминаем еще раз сейчас где она у нас вот туда было мы берем количество не терминалов оцениваем высоту дерева относительно длинные слова там можно написать типа вот такое соотношение сейчас давай справа напишу его где-то у нас так это сюда то есть формально мы можем записать сейчас я могу ошибиться кажется что высота дерево вывода при слове длины w до оценивается как 2 в степени длина слова в минус 1 для бинарного дерева но из этого мы можем вывести сразу что ой наоборот то есть мы можем сказать вот такую вещь что высота не длина слова которое мы вводим не больше чем 2 в степени количества этого высоты дерева минус 1 вот и тогда мы получаем что h от в минус 1 больше равно чем логарифм двоичная длина слова дерева h от в получаем больше чем логарифм двоичный в плюс 1 и тогда мы говорим если бы берет с такой да то глубина дерева будет хотя бы такая тогда мы говорим рассмотрим не терминал который повторяется ровно к раз да причем с фиксируем высоты относительно корня на которых они находятся и возьмем самый глубокий а вы которым у нас h 0 максимально и тогда говорим что вспоминаем как мы доказывали что игре ката и вката не пустое а дальше вспоминаем как мы доказываем что вот это вот то что у нас выводится длины не больше чем п опять же делается ровно из тех же самых соображений по принципу деревья но обычно это именно в билете стерема парика идет поэтому обычно не просит формально показывать факт в том что билеты есть есть еще на чем в билете на заострить внимание это же пунктов пока будет сколько в программе будет по моему 30 32 или 33 надо посмотреть ну еще вот вопрос виталий кондратюк писал что он на приеме лера анализатор будет спрашивать короче какую-то штуку видимо который другую не спрашивают ну это было просто на лекции или нет этого его кажется да это было на доп семинаре с меня тоже должок прожить и нормальные доказательства для алгоритма и просто надо всеми было но это же был не официальный допсим ну то есть он в расписание же не включен и ну дополнительно времени на это тоже не очень хочется выделять то есть что в таком случае будет окей лекция какая-то три четверти опять давайте я подумаю над этим вопросом это напишу чем решаем летали хочет доказать особо она не сгорелась понимаю там через таблицы сделать там нежели чем через автоматы ну да ну по сути таблицы автоматы это одно и то же если внимательно посмотреть прямо вот кстати там еще что-то насчет записи в студии просто как-то говорил что когда-то уже не меньше пяти из 15 уже записано 27 40 до презентации наверное выложу по этой штуке но возможно что-нибудь заказать вот ну уточнение давайте так дайте так сделать но это в результате заказать будут выложены на экзаменах доказательства оттуда пользоваться будет день за потому стихом спорт и махатьjesets кабыга диски они стали ни это не формальны и станут как же формально доказательства будет пользоваться идеи там останутся там в этой презентации вам столько идеи доказательств B אות emy который можно пользоваться потому что я говорил что мне главная цель не то, чтобы была зубрежка материалов курса, а то, чтобы было понимание того, что там происходит. Но некоторые семинаристы точно будут требовать именно чисто формальную атаку, как бы говорить. Вот он же Виталий, например. Нет, я даю отплажку и буду говорить, типа, ребята, мы спрашиваем, в смысле, даем входные и потом даем время на доказательства. Да, право дело в том, что, как бы, да, действительно, очень чрезмерный формализм все-таки с немножечко формализмом. Да, ну вы же понимаете, мы каждый раз на каждом занятии слово индукция произносим по 100-500 раз. Как бы смысл в этом. Я, честно, вот не вижу смысла в этом. Вот. Как говорится, битва теоретиков и практик в прямом эфире. Да, прямо для теоретиков, которые принимали 27-й коллокс. Ладно, давайте я хочу сказать вам огромное спасибо. Для меня на самом деле курс лекции именно такой вот общефакультетский я читал в первый раз. Для меня это было челленджом, поэтому приношу извинения, если где-то были косяки. Но вроде более-менее мы прошли основную часть программы и даже более успешную. Еще нам Zoom лекции позволили все-таки рисовать как-то на доске. Значит, все материалы на доске остаются. Значит, их можно комментировать. То есть, вы можете, в принципе, в мира оставлять комментарии ко всем этим штукам. Я тогда буду сидеть и пояснять эти комментарии. Вот. В общем, всем спасибо. Вам тоже большое спасибо. Все, давайте. Всем хорошего дня. Всем успешной зачетной сессии. Субтитры сделал DimaTorzok